Фискалы душат бизнес в Закарпатье. Такое громкое заявление сделал предприниматель-иностранец. Бизнесмен уверен, что после того, как он отказался платить взятку, на предприятии обрушились проверки и миллионные штрафы. В ситуации разбиралась Марина Коваль. Это мед, который закупляется по всей территории Украины. Купляется сугубо от пасечников. Этот мед готовят к отправке в Европу. Фирма-экспортера в городе Берегово венгерский предприниматель основал еще в 2015-м. В прошлом году предприятие закупило около 2,5 тысяч тонн меда. Инвестор потратил более 2 миллионов евро. Пока фирма развивалась, ее никто не трогал. Как только предприятие стало прибыльным, началось давление. И вот в феврале нагрянула налоговая. Не было подставок, оперативной информации, что тут не только мед экспортуется. Как редческий захват. Когда приходят, просто не дают фирмам работать. Как вымогание грошей, чтобы мы его отплатили, потому что фирма процветает, фирма расширивается. Налоговая милиция забрала все документы фирмы, не указав даже, какие именно бумаги изъяли. Выложено под час обшуку папка швидкошивач темно-коричневого кольора, папка швидкошивач серпень-вересень, папка швидкошивач зеленого кольора 149 аркуши. Адвокат говорит, через две недели после обыска на фирму пришли с новой проверкой. Фискалы стали требовать у предпринимателя документы, изъятые их коллегами. А из-за отсутствия всех необходимых бумаг фирму оштрафовали на 2,5 миллиона гривен. В фискальной службе все обвинения в предвзятости отрицают. Говорят, предприятие фигурирует в уголовном деле по факту неуплаты налогов. В Ужгороде сегодня проходит форум предпринимателей. И здесь, как оказалось, тоже были бизнесмены с жалобами на госорганы. Адвокат экспортера меда говорит, штрафы фискалов намерены оспаривать в суде. Правда, иностранный инвестор уже подумывает о том, чтобы закрыть свой бизнес в Украине. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.